Доброго времени уток, друзья! В этом видео мы научим нашего розового драться и бросаться камнями, чтобы выпустить его со спокойной душой в этот суровый игровой мир. Чтобы это было не настолько скучно, давайте добавим сюда еще какого-нибудь персонажика. Допустим, возьмем вот этого скелетона, сразу их все выделим и настроим так, как в первом видео. Пока что просто его сюда поставим без всяких анимаций. Добавляем ему компонент персонажа и собираем АИ. Триггер уменьшаем поменьше. Здоровье сразу ставим побольше. Убираем ему возможность ходить. И добавляем ему хелсбар. И в конце этого урока мы уже сможем его нормально так обижать. На первый взгляд, подобные детали, как и сам интерфейс, кажутся незначительными. Но на самом деле это очень важный инструмент, который будет возвращать игрока снова и снова. Кстати, Международная школа компьютерной графики ArtCraft приглашает на онлайн-курс художник игровых интерфейсов, на котором ты отработаешь все этапы создания элементов UI с нуля за 2 месяца. Ты вникнешь в логику прототипирования, научишься собирать мудборды, дизайнить интересные формы, вкусно рендерить. А заодно получишь ценные советы по трудоустройству в бонусной лекции от Playrix. Итогом твоего обучения будет полноценный игровой UI-проект собственной стилистики. Ты подготовишь все, начиная от иконки игрового меню, заканчивая полноценной подработкой дизайна карт, игровых окон, пропсов, попапов и созданием своего собственного логотипа. Весь этот багаж можно упаковывать в портфолио и смело подаваться на позицию UI-художника в геймдев студию. Кстати, плюс курса в том, что ты разберешь специфику работы над задачами, которые будешь получать на работе в игровой студии. Так ты разберешься, как работать с заказчиком и прокачаешь скилл в рисовании текстур, рендера и фактуры. Преподаватель курса Юлия Бойко. А за 6 лет опыта в сфере Юлия успела разработать дизайн мобильных приложений в AppCraft, посотрудничать с такими игровыми студиями и стартапами, как Playrix, Pink и Vertigo, разработать логотип для Dungeons & Dragons и нарисовать собственную игру от А до Я. Кстати, это первый набор курса, поэтому цена ниже, чем при следующих запусках. А еще ты можешь пройти бесплатный пробный урок, чтобы попробовать свои силы. Ссылочка на него в описании. А ну для начала мы исправим его анимацию ходьбы. Как я и говорил, все дело было в анимациях, потому что здесь у нас есть две анимации. Ходьбы и атаки одновременно, как вот здесь. И просто атаки. Соответственно, мы просто выделяем все вот эти кадры, нажимаем Delete, чтобы удалить. Через зажатый Shift выделяем анимацию простой ходьбы. Переносим сюда. И вот у нас просто ходит. Отлично. Одно дело сделали. А теперь нам нужно настроить здесь немножечко анимации атаки и броска. Все это дело мы будем делать в аниматоре. Если у вас этого окошка нету, то нажимайте на персонажа, листайте до компонента аниматор. И нажимаете два раза на то, что у вас находится в строчке контроллер. А здесь у нас есть уже несколько анимаций, которые отвечают за удары. Но нет ни одной, которая отвечала бы за бросок. Давайте с него и начнем. У нас уже есть анимация атаки броском. Мы ее делали в прошлом видео, поэтому просто сюда переносим. И теперь нам нужно настроить сюда переход. Для примера мы можем смотреть на остальные анимации, как это устроено у них. И мы видим, что у них есть одно условие. И мы сейчас сделаем то же самое. Правой кнопкой мыши нажимаем на Any State. Make Transition. И тянем стрелочку на наш бросок. Нажимаем правой кнопкой мыши уже на броске. И тянем стрелочку на основную нашу анимацию. Идл. То есть когда он просто стоит и ничего не делает. А теперь нам нужно создать условие броска. Нам нужно добавить в параметры, собственно, новый параметр, которым мы будем оперировать. Это будет у нас Bull. И назовем его Throw. И лишь поставим в условие этот самый параметр. И немножечко подрегулируем переход. И то же самое здесь. А здесь галочку оставляем. Хас экси тайм. То есть переход сработает в тот момент, когда анимация полностью завершится. Здесь же нам эта галочка не нужна, потому что условия перехода у нас есть вот тут. То есть когда параметр Throw будет у нас истиной. Пока что завершаем это все. Переходим обратно в сцену на персонажа. И чтобы научиться ему что-нибудь бросать, ему нужен компонент Character Handle Weapon. И в него нам нужно добавить само оружие. Самым простым способом будет найти папочку у Корги. Так. Weapons. То есть переходите по вот этому вот адресу. И выбирайте вот этот Retro Machine Gun. Просто переносим его сюда и сразу распаковываем, чтобы он не был префабом здесь. Нам по сути здесь не нужно ничего из этого, кроме как вот этих фидбэков. С этим мы будем разбираться в следующем видео. Поэтому мы их не удаляем и пока что оставим так, как есть. Наконец. В генеральных настройках мы заменяем авто на полуавто. Выбираем вот эту галочку. И задержку поставим, допустим, 0.2. Обратите внимание, что здесь есть задержка перед использованием. И задержка после использования. Перед использованием будет актуально, например, если у вас персонаж натягивает тетиво лука. То есть выстрел или бросок происходит не сразу, а через какую-то долю секунды или через какое-то просто время. А это уже пауза между выстрелами, так сказать. Далее нас тут будет интересовать Animation Parameter Names. И в StartAnimation Parameter мы прописываем тот самый throw, который мы указывали вот здесь вот в аниматоре. Давайте его сразу переименуем. Далее. Больше нас здесь практически ничего не интересует, разве что. Spread у нас будет отвечать за разброс. То есть будут ли эти камни лететь по прямой, или будут они все-таки с небольшим отклонением по траектории появляться. Я уменьшу это значение примерно до 2, оставляем галочку Random Spread, чтобы небольшие отклонения все равно были от этих чисел. А здесь практически ничего не трогаем, разве что отключаем прицел, потому что нам он в принципе не пригодится. И теперь нам нужно создать сам камень, который мы будем бросать. Нажимаем прямо на этот prefab. Вот сюда его выносим. Также распаковываем. Здесь у нас остались только фидбэки, мы их в принципе не трогаем, они нам опять же пригодятся в следующих видео. По сути, все, что нам здесь сейчас нужно, это просто заменить сам спрайт. Ставим здесь замочек, чтобы при выборе любого элемента или папки здесь не потерялся наш инспектор. И заходим к нашему персонажу. Вот они наши спрайты, здесь есть маленький камушек и есть большой. Большой мы пока трогать не будем, а вот маленький мы как раз добавим. Переносим просто этот спрайт вот сюда. И заменяем материал на обычный спрайт дефолт. Вот так. Также изменяем коллайды, чтобы он был поменьше. Давайте даже еще меньше. Вот так. Далее. Мы можем настроить скорость полета. Ну в принципе, три сотни нормально. Время жизни снаряда где-то примерно 5 секунд. Можно поставить меньше, но 5 в принципе вполне нормально. Далее. Цели, с которыми он будет сталкиваться, у нас это платформы, сам игрок, враги и движущиеся платформы. То есть, если мы уберем одну из этих галочек, например, Enemy, то с врагами сталкиваться этот камень не будет. Он будет просто пролетать мимо них. Наконец, настраиваем урон, который наносит. И здесь также есть урон, который он получит. То есть, этот компонент сразу может как дать урон, так и получить самому себе. А в чем суть? В том, что когда этот камушек прилетает, например, во врага, он с ним сталкивается, он наносит урон ему в размере 10 единиц и наносит урон себе в размере 10 единиц. После чего он просто разрушится. У него как раз есть компонент здоровья как раз на 10 единиц. Ну, в принципе, все просто. Далее просто создаем теперь префаб из этого камушка и префаб из этого оружия. Можно теперь это все спрятать. Не забываем отключать этот замочек. Здесь мы вроде бы больше ничего не забыли. Только теперь нам нужно поменять вот эту пулю на наш камушек. Так. Применяем все эти изменения. Прячем его. И теперь игроку в этот самый компонент оружия мы добавляем тот самый фроу вебом. Так. Вроде бы ничего не забыли. Поэтому применяем и прячем. Так. Наконец-то нормально ходим, бегаем. И бросаемся камнями. Причем даже с анимацией. А единственное, что камни вылетают слишком быстро. И, пожалуй, скорость полета им тоже можно немного убавить. Давайте это сразу и сделаем. А переходим в наш камень. И скорость полета ставим... Давайте, наверное, в два раза меньше попробуем. Больше, надеюсь, ничего менять не нужно. А вот в фроу вебом мы все-таки поставим небольшую задержку перед использованием. Пусть это будет, допустим, 0.1. Попробуем еще разок. Неслишком медленно. Может, 250. И, пожалуй, поставлю задержку еще все-таки побольше. А чтобы они падали под действием гравитации, мы в rigidbody меняем кинематик на дайнамик. И ставим здесь значение гравитации не очень большое, но и не слишком маленькое. Так. Мы перестали кидаться. Потому что здесь у нас есть еще одна интересная галочка, которую нам стоит убрать. Если она сейчас у нас есть, то бросок произойдет после того, как мы будем держать несколько секунд. Сколько вот мы здесь указали? 0.2. То есть, если я просто раз нажал отпустил, он как бы не срабатывает. То есть, это, грубо говоря, натяжение тетивы. Вот. И если держать до конца, пока он ее натянет, он ее потом в конце отпустит. То есть, вот такая простая аналогия. Вот. Чтобы нам с этим не заморачиваться, мы просто убираем эту галочку. Еще больше даже поставлю значение здесь. Нажал. Бросил. Вот так. Так. Ну, камушки летят немного странно. Давайте еще вот что сделаем. Нажимаем в два раза. Нажимаем здесь Projectal Spawn. И поднимем выше по игреку. Саму точку спауна. Посмотрим еще разок. Также, как видите, сейчас персонаж немного замедляется при броске. Но мы можем сделать так, чтобы он вообще при броске останавливался. Это будет смотреться чуть более натурально. Переходим во вкладку Movement. И ставим здесь значение, ну, допустим, 0,4. К тому же, можно вообще заставить персонажа остановиться, просто поставив здесь значение 0. Так, как это выглядит чуть более натурально. Так, ну что ж, ребятки, в принципе, на этом часть урока можно заканчивать, потому что у нас уже есть бросок, есть, так сказать, мишень, в которую можно кидаться. В следующем видео я покажу, как сделать не просто атаки, а целой комбинации, когда персонажи будут наносить несколько разных ударов. И уже после этого разверемся со всякими эффектами. Звуковыми, визуальными, частицами. В общем-то, подписывайтесь, чтобы не пропустить эти новые уроки. С вами, как всегда, был Артаваски. Пока.